Тёплая творческая встреча состоялась 7 октября в детской школе искусств в посёлке Володарского. Молодые талантливые исполнители радовали публику как классическими, так и современными произведениями. Подробности смотрите далее. Студенты Народного отделения колледжа при Российской академии музыки имени Гнесиных подготовили программу, состоящую как из классических произведений, так и из современных. В этот вечер прозвучали сочинения Баха, Скарлати, Шуберта. Также публика могла оценить произведения Великого Паганини в исполнении баянистов. Денис и Кирилл занимаются музыкой 6 лет, сейчас им по 18. Они много гастролируют и в Ленинском районе не в первый раз. Я полагаю, что вот такое выступление от вот этих талантливых ребят должно в полной мере продемонстрировать и возможности народных инструментов, и возможности нашей отечественной русской школы исполнительского мастерства. В детской школе искусств в посёлке Володарского нет класса народных инструментов. Поэтому данное мероприятие носило в себе важную обучающую роль, причём как со стороны зрителей, так и со стороны выступающих. Людям, которые обучаются, для них важно выходить на публику и важно представлять то, что они умеют зрителям. А зрителям важно понимать, до какого уровня в конечном счёте от музыкальной школы можно идти, если получать музыкальное образование дальше. В концерте также прозвучали произведения Анатолия Семёнова, профессора Российской академии музыки. Денис и Кирилл являются его воспитанниками и в знак признания таланта мастера исполняют его произведения. Он признанный достаточно автор, его произведения играют на всех конкурсах, и серьёзных, и несерьёзных, на любых конкурсах. И где бы ни спросили, у любого баяниста или аккордеониста про Вячеслава Анатолия Семёнова, любой должен сказать. Он очень известный. В будущем ребята видят себя профессиональными исполнителями, а также хотят заниматься преподавательской деятельностью. А пока молодые таланты радуют публику своим мастерством. Екатерина Чернышёва и я, Даня Елена Кошелева, Видное ТВ.